Ночлежка без матрасов, без подушек, без досок, без розетки. А спим одетые. Это Игорь описывает свою повседневную жизнь. Сколько лет он на улице уже и не помнит. Ситуация типичная. Состарился и родственникам стал не в радость. Таких, как он, в нашем городе сотни. А вот мест, где можно согреться и бесплатно поесть, совсем мало. Пункт горячего питания при Успенском женском монастыре знает каждый бездомный Оренбурга. Обед для бездомных и просто нуждающихся здесь организуется каждый день. Горячий суп, второе, компот, хлеб. Иногда бывает даже рыба и мясо. Ежедневно здесь собирается порядка 30-40 человек. Ну, как бы не было горячее, вот поесть это, вы сами знаете, как бы не было все равно. Уже как-то и желудок и все это. Каша, макарошки с мясом, супчик с салом. Слава Богу, кормежка хорошая. Деньги платить надо? Нет. Бесплатно? Сироты нас не обижают, слава Богу. Также кормежки для бездомных организуют центры социального обслуживания населения. Здесь меню не такое разнообразное. Лапша быстрого приготовления, горячий чай с сахаром и булочка. Но все же согреться и набраться сил можно. При необходимости могут выдать и теплую одежду с обувью. И пятеро, и четверо приходят. То есть это в зависимости от дней. Чаще всего либо родственники продают жилье, когда умирают родители. И родственники их выписывают, они остаются на улице. Оставаясь на улице теряют свои документы, остаются без документов. Естественно, ни работы, ни жилья как такового. Подобные центры дают кровь бездомным только на пару часов. После они снова возвращаются на улицу. По рассказам сотрудников, возвратиться к нормальной жизни хотят немногие. Но такую инициативу всегда готовы поддержать. Восстановить документы, оформить пенсию при необходимости и просто дать крышу над головой могут в Центре социальной адаптации. Лиц без места жительства – шанс. Мы предоставляем каждому койко-место, то есть кровать. В гардеробе ему выделяется шкаф. Двухразовое питание горячее. В данный момент, на сегодня у нас 81. Процентов 30-35 людей возвращаются к нормальной жизни. Сюда попадают самые разные люди. Кто-то никогда не работал и не жил в семье. А есть и обычные – заложники сложной жизненной ситуации. Ну, я разбился с женой. Он, значит, так получилось. Работал там до этого, служил в армии. У меня была работа, квартира, машина была своя. Потом попал в аварию. Попал в аварию, значит, остался без машины. Получилась такая ситуация, что это была больница, больница выписывалась. Просто некуда идти. Мужчина уверен, что сможет вернуться к нормальной жизни. Пообещал обязательно найти работу и снять квартиру. По разным оценкам, сегодня в России от полторы до четырех с половиной миллионов бездомных, что составляет около трех процентов россиян. Для кого-то из них бродяжничество – образ жизни. Но многие мечтают обрести дом и работу. Важным фактором исхода становится решение общества. Протянуть руку помощи или быть равнодушному к чужому горю.